Привет! Меня зовут Назира Саракалет, я психолог, КПТ и ДПТГ-практик. Сегодня хочу с вами поговорить о базовых психотипах личности. Психотипы личности – это совокупно доминирующих свойств личности. Это именно те особенности характера, которые составляют общую модель поведения на внешней раздражителе. То есть, получается, это то, как мы реагируем на разные ситуации, которые для нас считаются внешними раздражителями. Например, если мы говорим о том, что я, как человек, например, может быть, очень активный, я, как человек, наоборот, очень вспыльчивый, я, как человек, очень, например, эмоциональный. И это всё именно относится к определённой модели, да, то есть, как будто бы вот все люди, которые очень активные, они объединяются в какую-то модель. И вот мы будем сегодня рассказывать, какие есть вот эти модели поведения, да, так называемые психотипы личности. Можно рассматривать психотипы личности как, смотрите, рисунок личности, то есть, общие его черты, в которые можно отнести норму. То есть, именно предел нормы. Это что значит? Если мы говорим о том, что я очень, например, эмоциональная, но, допустим, в какой-то момент эта эмоциональность просто подчёркивает мою особенность. Это норма. А в какой-то момент эта эмоциональность выходит уже за пределы нормы, и мне она, например, доставляет какой-то определённый дискомфорт. Тут можно говорить о том, что есть некая акцентуация характера, то есть, есть некое преувеличение этого как раз-таки свойства характера. И есть психопатия, это когда уже совершенно мы заходим за пределы вообще как бы возможной нормы. Это как раз-таки чрезмерное такое проявление какого-то именно какой-то особенности характера, которые потом тяжело поддаются человеку в обществе к адаптации. То есть, рисунок личности – это как раз-таки норма психотипа. Акцентуация характера – это крайний вариант нормы. И психопатия – это как раз-таки чрезмерное проявление именно этой черты личности. Что существует за психотипы? Их больше, чем семь, но это именно базовые. И мы с вами сегодня будем говорить о шизоидном, гипертимном, эстероидном, эмотимном, тревожном, паранояльном и эпилептоидном как раз-таки психотипе личности. То есть, мы можем говорить о том, что если рассматривать вообще, что такое, скажем так, психотип, это идеальная как раз-таки условно, как раз-таки картина того, как человек в определенных раздражающих для него ситуациях будет реагировать. Ну, потому что как будто бы это определенная уже стратегия. Но на самом деле, если мы говорим о том, что у человека есть разные как раз-таки дополнительные особенности, разные стимулы, разная, скажем так, база, и поэтому вообще не гарантия того, что 100% люди будут реагировать все с таким типом личности точно одинаково. У кого-то будет меньше или ярче выражена эта реакция, поэтому можем говорить, что в реальной жизни как раз-таки не встретить прям 100% психотип, а мы можем встретить какие-то его определенные качества в какой-то определенной стиле. И здесь мы можем говорить о том, что мы можем просто видеть какую-то определенную типологию, в которой он предрасположен и заметить вообще какие-то большие качества, присущие именно к этому как раз-таки психотипу. Для чего нам вообще знать эту классификацию? Как раз-таки для того, чтобы мы могли понимать, например, если это про себя, свои сильные и слабые стороны, мы можем говорить о том, как развить как раз-таки сильные стороны, как как раз-таки слабые стороны откорректировать, да, сделать их более для нас комфортными. И таким образом дать возможность себе улучшить качество жизни. Наш как раз-таки психотип помогает понять, допустим, какие у нас есть интересы, предрасположенности, и, например, таким образом понять, в какой профессии я больше смогу себя проявить. Также, если мы говорим про коммуникацию, то мы можем увидеть, как лучше выстраивать коммуникацию с другими людьми. Таким образом мы сможем в ощущении того, что мы знаем, что этот человек примерно вот такого склада, понять, как с ним лучше выстроить диалог, понять, как меньше сталкиваться с конкретными ситуациями, увидеть так же сильные и слабые стороны как раз-таки другого человека. И это нам поможет, конечно, выстроить комфортное взаимодействие и улучшить как раз-таки нашу будет беседу, взаимодействие, да. Таким образом, сегодня сначала хочется мне понять, как вы сможете более летально познакомиться с собой. И я приготовила тест, как раз-таки, который поможет для начала посмотреть, какие у вас есть доминирующие, какие-то конкретные качества, да. Попробуйте сейчас посмотреть на картинки и вот как раз-таки геометрические фигуры расположить в том порядке, который максимально вам сейчас бросается в глаза. Попробуйте посмотреть, кого бы вы расположили на первом месте, кого бы на последнем, да. И вот буквально три секунды и далее выберите как раз-таки, кто будет на первом месте, кто на втором, кто на третьем, кто на четвертом, кто на пятом. То есть фигура не должна быть обязательно любимой. Фигура должна привлекать внимание. То есть это сразу такая фигура, которая опачки привлекла внимание для того, чтобы вам сразу хотела сказать, что вот мне максимально из всего выделилось именно это. И вот остальные фигуры после этого вы уже ранжируете по убыванию. Обратите внимание, что именно первая фигура, это как раз-таки говорит о том, о наборе, как раз-таки, ведущих, как раз-таки, черт личности. Посмотрели, записали. И сейчас мы будем смотреть с вами как раз-таки, какой фигуре, какие, как раз-таки, качества больше всего присущи. Если у вас на первом, как раз-таки, месте квадрат, то здесь получается человек, который труженик. Человеку свойственно соблюдение других правил. Аналитический склад ума, организованность, пунктуальность, рациональность, настойчивость, практичность, упорство, нацеленность, результат. Как раз-таки, такие люди всегда опираются на логику. Здесь мы можем говорить о том, что у людей есть возможность именно реализовать себя в таких профессиях, которые называются человек-знаковая система. Бухгалтерия, экономика, любые такие профессии, где нужен аналитический склад ума. Если мы видим, что на втором месте у нас, допустим, какая-то другая фигура, то это уже по убыванию будут находиться именно эти, как раз-таки, черты характера. Но первое, это является доминирующее. То есть это не значит, что если вы остальные выбрали, у вас этого нет. То есть это будет по убыванию, именно это вам присуще. То есть человек, который выставил как раз-таки приоритет треугольника, самую плаварку, именно фигуру, то здесь мы говорим, это человек, который любит руководить, руководитель по себе. Такие люди по своей натуре, они занимаются к лидерским позициям, власти, к уверенности к себе. Они очень склонны как раз-таки даже, может быть, даже к риску. Треугольник всегда нацелен на победу. Такие люди, как и квадраты, они нацелены на логику. То есть они обычно рассуждают именно не как раз-таки не опираясь на эмоции, а на логику. А умеют работать с большим объемом информации, структурировать ее, выбирать выгодные позиции. Это люди как раз-таки человек техника. Вот здесь в профессии будут менеджеры, управляющие, фотографы, инженеры, застройщики. В общем, профессии, которые связаны с передачей какой-то деловой информации. Прямоугольники. Это, как раз-таки, люди, которые ищут себя. Это часто люди, которые еще не повелены. Можно говорить о том, что промежуточный некий этап, вот если это первая карта, именно первый выбор фигуры. Здесь мы будем говорить о том, что здесь есть нестабильная самооценка, неуверенность никакой в себе, непоследовательность иногда даже. А здесь люди, которые как раз-таки, ну, они как будто бы еще просто ищут себя. Часто можно забывать о том, что они доверчивы, избегают конфликтов любознательные, имеют позитивный, как раз-таки, настрой по всему. Это их преимущество. Но иногда это им расставляет некое неудобство. Выбор профессии – это человек рода. Археолог, биолог, работник в музее. Все, что связано с животными, с растениями, с научной деятельностью. Круг – это коммуникаторы. Человек как раз-таки доброжелательный, свойственный, ему интуиция, коммуникабельный. Мастер как раз-таки устраивает сбежничественные отношения. Здесь, в основном, как раз-таки, в центре стоит эмоциональная как раз-таки составляющая. Здесь обязательно человек испытывает повышенную эмпатию, умеет сплотить коллектив. Здесь, как раз-таки, профессии, которые можно говорить «человек-человек», где взаимодействие между людьми. Врач, учитель, психолог и другие, как раз-таки, профессии, которые связаны с коммуникацией. И зигзаг. Зигзаг – это генератор. То есть человек, который креативный. Он любит, как раз-таки, жажду знаний, мечтать. Он имеет такие свойства, как, например, пережить настроение. И от этого настроения будет зависеть его продуктивность и усидчивость. Здесь про структуру, про правила совершенно как бы стоит даже не упоминать. Человек, на самом деле, вот такой, который имеет спонтанный подход к своей работе. Ему нравится как раз-таки активить, генерировать новые идеи. Здесь очень широкий внутренний мир, большой полет фантазий. Всегда создаётся что-то уникальное, новое. И, как раз-таки, это и особенно зигзаг. Художественный образ – профессия, которую стоит выбирать этому, как раз-таки, психотипу. Писатель, поэт, художник, актер, режиссер и прочая творческая деятельность. Посмотрите, что у вас вышло, проанализируйте результаты. И будем потом постепенно смотреть, что вам присуще из остальных, как раз-таки, психотипов, о которых я буду вам сегодня рассказывать. Продолжение следует...